Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на Ольгу Уралочку. Да-да, конечно же, сегодня будем говорить о ней. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, а также мой канал можно найти на Яндекс.Дзене. Ссылочку обязательно закреплю в комментариях. Но вы, конечно же, не забывайте заходить и подписываться. Ну что ж, а мы с вами приступаем к последним новостям. Вовсе уйдет подготовка ко дню рождения Уралочки. Могу себе представить, наготовят, наверное, как на Маланьину свадьбу. Ну это, конечно же, мои предположения. Но, учитывая, что они и так на себя, так скажем, на двоих готовят целыми тазиками, то здесь по случаю дня рождения доготовят ого-го сколько. Плюс говорят, что будут обязательно гости. Далее, друзья мои, идет обзор покупочек. Уралочка показывает, что же они прикупили. Ну и, как всегда, делает вид, что она, вы знаете, у нас мнение нисколько. Ни граммулечки, ни сластена. Все сладости, которые она достает из пакетов, это все, мол, исключительно только для Сафарика. Он любитель сладостей. Послушать Уралочку, так она, кроме зеленушки и огурцов и капусты, вообще ничего и не ест. Да, как-то так. Набрали сладостей, вытащили доширак из пакетов. Уралочка ей говорит, ой, иногда так хочется дошиков. Далее, друзья мои, приготовила Уралочка торт. Причем пальцем, знаете, начала с общей вот этой вот тарелки, на котором лежал этот торт, да, она начала пальцем сметану слизывать. И говорит, будем завтра все это дело есть с гостями. Ну и, как всегда, конечно же, как приятного вам аппетита. Далее, друзья мои, следующий влог и, конечно же, следующий день и опять. Опять подготовка к тому самому дню рождения. Я думала, что нам покажут день рождения, покажут праздничный стол, покажут гостей. Но нет, нет, опять очередная подготовка. Говорит, будут гости? Уралочка светится от счастья. А все почему? А все потому, что ей муж презентовал букет цветов. Она говорит, ой, ой, я, говорит, так его расцеловала. То-то я и смотрю. Я и смотрю, что сафарка помалкивает за кадром. До сих пор, наверное, бедный несчастный прийти в себя от вот этих вот уралкиных поцелуев не в состоянии. Видимо, засосала, как говорится, так засосала. Кстати, обращаюсь к пастве Уралочки, к ее, так скажем, хомячкам. Вы что такие злые? Вас никто, что ли, не любит? Или вас никто не удовлетворяет? Вы что такие, как цепные псы? Просто бросаетесь на людей, которые впервые заходят на канал Куралочки и знать не знают. Мне сегодня одна девушка написала, говорит, представляете, говорит, я правда знать не знала. Она говорит, я не смотрела Уралочку. Я зашла на ее канал. Да, говорит, вижу, что мама с сыном, говорит, и хотела спросить или спросила что-то там, где муж ваш и так далее. Говорит, на меня как налетели со всех сторон. Вот мне хочется просто сказать, да, вы что такие злые-то? Вот правда. Вы что, берете пример с вашей добренькой Уралочки, которая кричит, я сама доброта? Но при всем при этом тут же кричит зрителям, людям, да, сдохните, сдохните и так далее. А ведь на самом деле, кто не знает вот так вот ситуацию? Ну же, зашел себе человек, посмотрел, да, ее посмотрел вместе с этим сафариком. Никто и знать не знает, что это ее муж. Она же не говорит, что это мой муж. Он не говорит, что жена моя. Они не говорят друг другу о каких-то приятностях, да, слов любви. Не говорят любимое. Ничего, вообще ничегошеньки не говорят. Вот действительно. Плюс она старше его почти на 20 лет. И, конечно, разница видна в любом случае. Поэтому, да, действительно, человек может зайти и подумать, что возможно, это правда ее сын. Может быть, муж там, да, таджик, как говорится. Вот сын от таджика, от мужа. Ну, не знаю. Ну, может быть, все, что угодно. Вот действительно. Почему сразу такая агрессия? Кидаются действительно, как цепные псы начинают орать, начинают оскорблять. Боже мой. А потом приходят на мой обзорный канал и кричат, как вам не стыдно. Да как вам не стыдно. Просто бросаться на людей, которые даже знать не знают вашу Уралочку. Зашли уж, тем более, после такого, конечно, больше туда не зайдут. Ни ногой, как говорится. Но, с другой стороны, какая Уралочка, такие у нее и защитники. Как говорится, одного поля ягодки, да. Ну, а далее. Затем, друзья мои, пришла доставка цветов от племянницы. Уралка заохала-захала. Да так, словно в фильме 18+. Вот прям так и кричала. Ребят, я уж было подумала, что я ненароком ошиблась с каналом. Кстати, да, да. Честно. Та племянница. Вот это та самая племянница, которая обычно каждый день, не имея совести, объедает Уралочку. Вот каждый божий день таскается, да. Видите ли, удумала. Таскается со своим сыном и объедает племянницу. Вот это вот. Вернее, Уралочку. Да, но это же Уралочка всегда говорит, что вот племянница к ней со своим сыном таскается постоянно. Она ее, значит, кормит. Так вот, что самое интересное. В будние дни племянница таскается, а здесь, в день рождения своей любимой тетушки, почему-то, не поверите, прийти к ней она не может. Не в состоянии. Вы знаете, я вот даже не верю, кстати, что возможно, скорее всего, это даже букет и не от племянницы. Ну, сказать, в принципе, можно все, что угодно, да. А также, кстати, представляете, и сестра Уралочки тоже не может якобы прийти на день рождения к Уралочке, потому что она работает. Ребят, вы знаете, мое предположение, что, скорее всего, как уже и говорили о том, что она не общается со своей сестрой, видимо, у них действительно очень какие-то напряженные отношения, поэтому они не общаются. И Уралочка вынуждена сказать о том, что вот, мол, так и так, племянницы и сестры на мое дни рождения не будет, потому что они, значит, работают. Но, с другой стороны, все все прекрасно понимают. Мы не маленькие люди. Понятное дело, что там, как говорится, высокие отношения. Во-первых, Уралочка не ребенок, да, дабы устраивать свой день рождения среди бела дня. Как правило, это делают уже вечером, позднее, в любом случае, да, когда люди приходят с работы. Кто-то, конечно, работает там по 12 часов, возвращается поздно. Но всегда без проблем везде, у всех, во всех коллективах можно без проблем подмениться. А здесь прям вот самое интересное, знаете, не племянница не может подмениться, да, дабы прийти на день рождения к своей любимой тетушке, ни родная сестра, с которой как раз-таки Уралочка конфликтовала. Ребят, ну, сразу, в принципе, все становится ясно. Вы знаете, когда вообще любой нормальный человек устраивает свой день рождения, кого он в первую очередь хочет видеть на своем дне рождения? Конечно же, самых своих родных и близких. Вы знаете, вот если бы мне, допустим, моя сестра сказала, что так и так, слушай, я не могу в этот день, да, вот, ну, кровь из носа меня никто не подменяет. Я бы выбрала бы любой другой день, да, перенесла бы свой день рождения, как угодно, лишь бы только все мои родные и близкие были вместе со мной в этот день. Потому что семья – это семья. А здесь становится сразу ясно, что никто к ней и не собирался идти на день рождения. Возможно, конечно, какие-то там подружки и придут, с которыми она пивасик попивала в кафешке «Толстая креветка». Да, кстати, название-то тоже соответствующее. Так вот, а сестра не придет и племянница, потому что они просто к ней на самом деле не ходят. Ну, скорее всего так. Далее Уралочка стала руками размешивать салат в тазике. Ребят, честно, я, конечно же, в шоке, да. Она говорит, вы понимаете, надо хорошенечко просто, говорит, перемешать. А что, нельзя это сделать в перчатках, как делают это все нормальные люди. Тем более ты готовишь не для себя. Да, ты готовишь и для посторонних людей, которые придут к тебе в гости и будут все это дело есть. Ребят, на это даже смотреть неприятно, как она вымешивает салат вот этот вот, да. То есть, понятное дело. Она говорит, я руки помыла. Причем тут ты руки помыла? Ты готовишь, опять же, не только для себя. Зачем руками, когда есть перчатки, когда есть вообще любая возможность нормально размешать, ну, я не знаю. Далее. Далее мне стало смешно, и честно, не только мне, но еще и сафарику. Когда Уралочка, готовя пиццу, сказала, я всегда начинки много ложу. Потом, видимо, вспомнив, что ее за это ложу по ложу, постоянный чехвостик говорит тут же, Клоду. Ребят, в итоге у нее получился некий каламбур. Ложу, Клоду. Ну, это вообще, это нечто. Это, конечно, Уралочка, как всегда, жжет. Ну, и наша непьющая далее говорит, ой, а, конечно, мы сегодня закусим. Сегодня положено. Сегодня же, говорит, день рождения. Только я хотела вставить свои 3 копейки или 5 копеек, как обычно, и сказать, можно подумать, вы до этого не закусываете, да. Как я всегда рассказывала про столы, которые они накрывают на всевозможные праздники. У них бутылки в ряд стоят, причем не только вина и шампанское, там еще и коньячок стоит, ребят. Так вот, тут же Уралочка начала возмущаться, говорит, мы не бухаем, как говорит, говорит про нас одна там сказочница. Ну, да, я про это постоянно говорю. Она говорит, наверное, по себе судит. Да при чем тут это? Она говорит, помнит она там все, вспоминает, что было раньше. Да что мне вспоминать-то, у меня с памятью все нормально. Я помню прекрасно новогодний стол у Уралочки в этом году, когда они как раз-таки зиговали. И помню новогодний стол у Уралочки в прошлом году, когда была жива еще ее мама. И за столом лежал, валялся сафарка, поедал семечки, прям лежал там, да. И Уралочка с мамой. Так вот, там стояло несколько бутылок спиртного. Я еще сказала, кто пил. Мама болела уже на тот момент, да. Сафарка якобы не пьет. Кто пил все эти бутылки? Я же сказала тогда, наверное, скорее всего, вот это вот их Дуня-кошка. В этом году, ребята, значит, Уралка опять говорит, опять рассказывает нам сказки про белого бычка, про то, что сафарка у нее не пьет. В этом году на новогоднем столе опять же стояло несколько бутылок, да. Помимо них были еще гости, муж с женой. Он тоже его же земляк. То есть, по идее, он тоже как бы вроде как пить не может, да. Но помимо шампанского вина стояли еще и крепкие бутылки с крепкими спиртными напитками. Ребят, кто это все квасил? Дети, что ли? Вот мне просто интересно. Ну, что рассказывать? И давайте вспомним все последний стрим Уралки. Вот это было просто нечто. Многие тогда, многие, ребят, не то что многие, она удалила этот стрим. Но я хочу сказать, что я посмотрела, наверное, первые два часа этого стрима. И там в комментариях через один коммент писали, сафар пьяный, сафар пьяный, сафар пьяный, сафар выпил. Вот, ребят, это действительно так и выглядело. Потому что он сидел, он вот так вот, знаете, руками пытался держать свою голову. Она у него спадала. Он пытался читать комментарии. У него ни черта не получалось. Уралки тоже не получалось встретить знакомые буквы в комментариях. Они прочесть ничего не могли. Какой трезвости идет речь? О какой трезвости? И человека сразу видно, сразу можно, так скажем, сказать, выпил он или нет. Поэтому рассказывать все вот эти сказки. Сафарка у нас совсем не пьет. Я тоже малопьющая. Ага. Я помню в этом кафе толстая креветка, когда Уралка сказала, сейчас нам принесут чуть-чуть пивасика. И когда перед ней поставили вот эти вот бокалы, я не знаю, сколько там, литр или 0,5, вот эти огромные бокалы, да, я чуть в обморок не упала. Думаю, ничего себе чуть-чуть пивасика. Это, наверное, для нее, знаете, так, как говорится, просто чуть-чуть для разгонщика. В общем, пусть не рассказывает сказки. Видно их сразу. И, конечно же, они употребляют. Иначе для кого стоит по три, по четыре бутылки спиртных, ребят, еще и крепких. Понимаете? Еще и крепкие спиртные напитки. Да многие мужчины не употребляют крепкие спиртные напитки. Вообще не употребляют, да? А здесь кто это все пьет? Ну, получается, Уралочка сама пьет. Раз у нее якобы сафарик, а сарафаник ее, как говорится, не пьющий. Ну, действительно смешно. Делают из людей просто каких-то дураков. И говорит, вот, мол, да, все вспоминает она, что было сто лет недавности. Что мне вспоминать? У меня, в отличие от тебя, память хорошая. Я вижу и помню, что у тебя лежало на столе. Если ты не помнишь, как говорится, освежи свою память, да. Они, видимо, считают, ну, видите, хочется им засирать людей. И причем Уралочка, вы знаете, ребят, ну, такая она злющая. Даже в свой день рождения, вы знаете, она не может, не может отказаться от того, чтобы не говорить гадости про других. Она говорит, да, видела я тут, мол, про меня говорят, а сами без слез не взглянешь. Боже мой, я бы мычала, твоя бы точно молчала. Уж до тебя дожраться, это надо очень, как говорится, постараться. Это вообще просто нечто. Ну, видите, она для себя сама красопета, добренькая. Ну, кричит при всем при этом, сдохните, да, кричит, что вы валяетесь мордами в салат, зигует, а потом при всем при этом еще и рассказывает сказки, что, мол, да, кто-то там без слез не взглянешь. А она, мол, такая красавишна, ребят, это просто нечто. Хочется сказать, посмотри на себя внимательно, внимательно посмотри на себя, на свои руки, которые выше локтя, это же просто какой-то кошмар. И на все остальное, в принципе, да, когда она вышла. Вот этот ролик, помните, без косметики у меня она на превью стояла. Это без слез, как говорится, не взглянешь. Действительно, обнять и плакать. А бедный, конечно, сарафан, ему, конечно, приходится сложнее всего. Да, кому сейчас легко, как говорится, захотел жить на всем готовом, вот теперь и пожинает плоды своего человеческого счастья. Как-то так, да, даже в день рождения не смогла свою злость унять. Но такая женщина добрая, но такая женщина счастливая. Готова обосрать кого угодно. Ну, а далее гогочит, как конь, все как обычно. Я, говорит, голоднюхенькая, голоднюхенькая. Чуть-чуть, говорит, то там поем, то сям поем. Могу себе представить. Наверное, умяла уже пол холодильника, приходовала, да, и даже, как говорится, глазом не моргнула. Причем бедные гости, ребят, бедные гости. В завершение всего Уралка еще, и знаете, мясо начала выкладывать голыми руками. Боже мой, а это-то для чего? О, ты что, вообще что ли уже? У тебя что, ни ложек нет, ничего, да? Ребят, я просто в шоке. Это, конечно, нечто. Вот так посмотришь, если бы я так посмотрела, кто так готовит, да, я потом в жизни бы не пошла бы на такой день рождения. Боже упаси. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Надеюсь, нам покажут гостей и праздничный стол. Хотя, вы знаете, что-то, если честно, в этом я очень сильно, ну, да, сомневаюсь, как говорится. Пишите, что думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Все. Всех целую, обнимаю. Всем желаю прекрасного дня. Хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну, и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал. Всем, кто ставит лайки. Всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok